здравствуйте я татьяна и вы на моем канале который так и называется татьяна кельмяшкина знакомлю снова для себя пряжи если есть интерес присоединяйтесь на повестке дня героини или герой вроде альпака героиня ультра кашмир герой вот такая пряжа от гималая если допустим из ализе я вижу много или там такой производитель как фибра натуры я тоже вижу много и мало я держу в руках редко недавно вязала из бамбука с хлопком образецчик понравился и вот еще одно знакомство пряжа который держу в руках такие пышненькие такие огромные моточки упаковка это просто телефон когда чумеет значит все замечательно упаковка впечатляет она такая большая по сравнению например с той же конопляной да даже если их было бы 10 моточков и такие вот птенчики давайте посмотрим подробно на этикетку кому понравился цвет 5 6 8 1 7 спит рекомендуется пятерка крючок рекомендуется четверка именно на пятерке я и вязала если я начинаю вязать и моя плотность как-то не подходит под рекомендовать рекомендации я меняю но в этот раз мне понравилось и я согласна с рекомендуемыми спицами 75 процентов акрил и 25 процентов альпака название что можно что нельзя стирка глажка и т.д. 50 грамм еще раз удивляюсь потому что моточки кажутся ну 100 граммовыми такие пухляши такие приятные пухляши 175 метров производитель турция всего подробно мы посмотрели с этой стороны информации нет люблю разбирать ниточку на атомы и молекулы вот такая скрутка двух нитей очевидно мягкость неимоверно так сейчас я за кадром попробую немножко их рассоединить после стирки они прям знаете слепились друг с другом так что может быть надо было из моточка но я люблю уже постиранный образец он показывает даже не пойму две нитки или три ниточки 3 наверное пойдем-ка вне стираной сходим пух альпаки или акрилы пушочек не знаю мешает разобрать на атомы и молекулы я очень люблю это делать все таки три ниточки тоненькая метраж мы с вами выяснили и несмотря на это вяжется на пятерочки потому что чтобы потом где-то было разгуляться расправить плечики нашим петелькам нитка приятная единственная всегда вопрос такой не будет ли закатываться мне такое ощущение что все таки вещь будет закатываться столько прям нежности и пуха здесь что это ждать скорее всего не просто можно а нужно но не утверждаю если вязали напишите пожалуйста очень здорово почитать будет очень интересно и полезно и так поближе покажу образец вот он какой красавец здесь у меня платочка английская резинка моя любимая мережечка 2 вместе накид 2 вместе накид как бы обрамленные вот рядочком изнаночной и путанка из одной я вообще не увидела здесь путанка из двух петель 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные но думаю теневые рисунки все таки не не конек этой пряжи через два ряда меняем платочку очень хорошо смотрится резинка английская отлично ажуры будут смотреться я именно по мережечке сужу ажуры будут смотреться великолепно тоже но теневые рисунки во всяком случае у меня как бы путанка отвечает за теневые рисунки думаю нет хотя рисунки бывают разные и подобрать телефону давай уж как-то поярче и подобрать конечно возможно тот рисунок который будет ладить именно с этой пряжей резинку не держат сказать слово мягкое ничего не сказать очень хорошо заметно волоски присущие альпаки хотя разные выработки есть разные сейчас пряжа такое разнообразие что можно встретить альпаку и не скажешь что альпака в общем кому нужно что-то очень тоненькая легенькая при этом теплое на эту пряжу стоит обратить внимание я же хочу с чем-то и смешать об этом чуть позже расскажу есть смысл показать образец как выглядел до стирки и сразу скажу особой разницы прям так как бывает преображение такое тут я не заметила и итак вот он образец до стирки посмотрите хорошо заметно английская резинка платочка хорошо выделяется все как и на образце после вто может быть чуть-чуть поятнее смотрится путанка она более ярко выраженная возможно это освещение другое я не буду утверждать но то что разительные прям таких перемен не наблюдается это факт с изнаночной тоже показала с лицевой еще раз посмотрите вот он до стирки я привыкла к тому что образцы резко меняются здесь нет здесь очень очень похожий образец остался и после вто на мой взгляд во всяком случае время поговорить о размерах и так до вто по ширине образец границу в 22 с половиной сантиметра перешел но до 23 не дошел посмотрим что сейчас сейчас ровно хинько 23 сантиметра и не за входят в кадр не входит поверьте на слово обманывать нет никакого резона 23 сантиметра ровно посмотрим по ширине до вто эта цифра была 19 и чуть-чуть да у меня так мы такие математические значения что очень даже 20 положили не тянем но ведь вещь под тяжестью она будет тянуться на молодому тянуть нибудь вот видите стряхнешь 19 потянешь вот так чуток но в общем ой не той страны ой не той страны стихи ну что хочу сказать нет таких прям разительных у нас перемен в образце как могло бы быть в общем что до стирки внешне что по размерам очень даже они похожи до стирки после стирки слегка распушился мне хочется сказать да я бы не сказал на пушистом был и до стирочки да немножко как бы в воздуху что ли набрался более воздушным наверное вот это пуши более воздушно эта пушистость стала а так прям ничего не могу сказать что какие-то перемены произошли вот именно в волосочках и в пушистости что я буду вязать из этой нежнятины пока не решила с одной стороны хочется что-то невесомое но теплая это именно такой вот образец невесомые он теплый образец типа французских кофточки не помню откуда это название может быть по другому назвать на что-то такое тепло тепло воздушно-ажурные но мне кажется вот там сумка тут сумка она прям знаете вот ну и паутиночки махерами кто-то вот любит кто-то не любит из-за нестабильности полотна вот следующий шаг после паутиночек вот вот это вот прелесть конечно она поплотнее посерьезнее чем паутинки а паутинки обожаю но понятно что это бережно отношениях себе требует вот здесь не паутиночка не махеровая но что-то очень очень близкое и мне такое какое-то желание смешать эту ниточку с чем-то еще чем не знаю пока понятия не имею но допустим с тонкой лидии до голубого цвета у меня тонкой лидии голубого цвета нет у меня есть лидия квадро я сейчас наговорю отдельные ролики есть немножечко оттенки не подходит но вот если под оттенок подобрать можно и так чтобы и не подходило вот как бы кардиганчик получится просто великолепный по оттеночку подобрать эти две нитки они взыграет я вообще принесла сейчас все голубое что у меня есть чтобы как-то вместе порассуждать из образцов выбрал что там голубенькая есть есть у меня шикарные бобинной пряжи тоже помню с бэби альпакой и вот она даже это по стабильнее после стирки нежная мягкая но чуть-чуть пастин как это вот не говоря посерьезнее я говорю именно полотне именно полотне они а вещи в целом вот может быть если их соединить будет супер ну и именно вот эту как бы пряжицу я хочу на что-то вот в одну ниточку не смешивая как раз ажурное на будущее но ведь все еще переменится пока идеи вернее идеи есть но как-то какая-то одна не победила хожу вокруг да около вот этого тальпака супер файн если бы она была по цвету подходила это тоже чудо вязать или в одну ниточку ажур на крупными спицами даже спицами покрупнее чем у меня здесь или соединить с чем-то но цвета немножечко разнятся и вряд ли я буду их соединять вот полухлопок полухлопок газал что ли yarnart надо будет искать фотографии вставлять наш памяти нет запутавшись а почему будет полухлопочек да только опять же другом цвете и не соединить будет неплохо состав будет альпака хлопок а сейчас замечаем и вот хлопок такой у меня все собираюсь я футболку из него связать но задумок больше чем возьму все потихонечку все потихонечку я так смотрю по большому счету наверное вот это что ли пряжа у меня больше всего подходит посмотрим вот наверное тоненькая лидия полушерсть у меня такого цвета нет лучше все подойдет как мне кажется есть еще без образцов голубой от alize cotton gold но я когда вот прям вот вплотную подойду хочется мне что-то подмешать и связать кардиганчик теплющий теплющий кардиганчик пушистиком я прям приросла всей душой вот этот кардиганчик у меня сейчас просто на первом месте он тоже но во всяком случае когда-то был пушистиком здесь махер лидия песчаный или песочный у меня кардиган и вот не длинный и такой удобный такой классный такой замечательный поэтому хочу какой-то я кардиганчик но не из одной ниточки с чем смешать это надо будет еще подумать и подумать очень хорошо завершая разговор что хочу сказать первое знакомство было приятнейшим с этой пряжей до вопрос закатываться будет и насколько это будет закатываться он остается мне кажется таки будет но у каждой пряжи свои прелести и в общем-то свои недостатки тем более это все пока гипотетически я не знаю буду ждать ваших комментариев но рано или поздно я конечно же с этой пряжи поработаю с огромным удовольствием это сделаю и уже в эксплуатации посмотрю вязать из нее просто вот ну песня просто песня даже в одну ниточку не удивлюсь если ветер перемен подует и я что-то свяжу в одну нитку всякое бывает пока хочу с чем-то смешать прям вот сну с небольшим чем-то таким я еще подумаю на по этому поводу скажу что пряжа мне даже мне прислана из магазина пакву есть прям видео о распаковке и если есть интерес пройдите посмотрите какие еще артикул там были не только это пряжица а потихонечку полигончику я буду делать такие короткие ролики для любителей их смотреть хотя бы даже вот ну впечатление хотя плотность нас конечно разная и образец у кого-то будет совершенно другой но тем не менее вот так вот визуально решить интересует это пряжа или совершенно не зацепила можно я по таким образечкам с огромным удовольствием всегда для себя это решаю и благодарю рукодельность за подобное видео ну что ж заканчивая данное видео я благодарю всех за внимание и говорю наше традиционное до новых встреч они обязательно будут рекомендация 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 я добавил и